Начнем выпуск с новостей медицины. Кардиохирурги Чувашии вышли на новый уровень. Впервые в нашей республике проведены 7 операций по исправлению врожденных пороков сердца у детей от 2 до 10 лет эндоваскулярным методом. Мастер-класс провел профессор Братиславского детского кардиологического центра Павел Гавара. Чтобы было понятно всем, а не только специалистам, эндоваскулярный метод заключается в том, что при операции не вскрывают грудную клетку, а все манипуляции осуществляют с помощью зонда. Введенного через сосуд. Невозможно делать все пороки, которые, как я вам уже сказал, их я не знаю, более чем 100 разных видов. Но самые части, которые находятся в популяции детской, это есть дефект между предсервной перегородкой, открытый артериальный проток и дефект между желудочковой перегородкой. Они занимают почти 50% или больше всех врожденных пороков. Из этих всех мы можем закрыть около 70%. Очень здесь мне понравилась вся команда, очень хорошие специалисты, именно анестезиологи очень мне понравились и наши коллеги, коллеги эндоваскулярной хирургии. У них опыт есть большой, но с детями как бы еще не работали, поэтому сначала я пришел как бы помочь, но без проблем они будут делать сами, дальше. Спустя сутки после операции больные чувствуют себя хорошо. В этом убедился и глава Чувашия, который приехал лично поблагодарить медиков и пожелать здоровья маленьким пациентам. Будьте счастливы всегда, чтобы вы били и делали добрые дела. Для дальнейшего развития высокотехнологичной кардиохирургии необходимо совершенствование материально-технической базы, а именно новый кардиохирургический корпус и новое оборудование. Гибридная операция, все это реально, главное, что это реально. И в России это работают, и специалисты есть, и наши специалисты хотят, дают подпечатку. Гибридное операционное сделано, мы даже пытаемся во время операции того, что не было, шунтографию заводить из того, что у нас есть, собрать. Сегодня оснащение Чебоксарского кардиоцентра позволяет оказывать качественные медицинские услуги, но надо смотреть в будущее. Михаил Игнатьев заметил, развитие здравоохранения – один из приоритетов правительства. Сейчас строится новый корпус для онкодиспансера, на очереди большая поликлиника в центре столицы. Но надо подумать и о кардиохирургическом корпусе. По мнению главы Чувашия, под этот проект вполне возможно привлечь и частные инвестиции, и в небюджетные источники. Таких примеров много. Кстати, и сегодняшние операции стали возможными благодаря поддержке благотворительного фонда «Линия жизни». Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика.